господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 432 события дня 2 коринфянам 317 господь есть дух а где дух господень там свобода 16 но 2 2017 года отца акима везли больницу сделали ночь операцию пендицит с 12 на 13 но 2 2017 года игнатий лапкин вчера я увидел катю теникова ей пишу ваше тут фото с полностью покрытой головой лучше и таких мало то есть она другие она без подка стоит она не отвечает да игнатий тихоныч я раньше ходила так как принято у баптистов у них только замужние покрываются поэтому такие фотографии дальше игнатий лапкин красиво целомудренно безупречно с любой стороны скромно нежно заботливо екатерина теникова значит в платке палатки надо ходить написала палатки в платке надо ходить и всегда не только замужним и как не ходить на богослужения в двух платках или в одном не в платках не в палатках а платках да ты это считай кто говорит игнатий лапкин не в палатках а в платках и только в двух один волосы не закрывает если это не хиджаб екатерина теникова я на телефон печатаю у меня автоматически телефон изменяет слова извините игнатий тихоныч я бы рада так ходить в церковь но у нас в церкви так никто не ходит и я смущаюсь игнатий вот я смущаюсь все больше ничего нет завода как я смущаюсь но кто-то первый должен начать показать пример то я смущаюсь игнатий лапкин так говорят души не утвержденные вере и воздаяние за подвиг веры так рассуждает и мужчина молодой никто так не ходит с бородой и в поясе поверх рубашки и чтобы был застегнут на верхнюю пуговицу без галстука когда так говорят то в этих словах нет ни представления о боге всевидящем и давшего нам жизнь для уподобления святому страшному и всемогущему создателю всего не желание отделиться от мира непредстоящего рассмотрения нашей жизни до мельчайших помышлений на страшном суде божием последним и нелицеприятным вот на слово страшному с моим буквы это подлежащие такое библии несказуемое это не определение бог какой страшной милости а именно так и так мы приступили к страшному с большой буквы его имя страшный ты такое встречал да встречал не надо показывать ну вы встречали такое что бог называет себя страшным да встречал ну ладно тогда давай блудницы негодяи самых черных мастей более последовательны в своих гнусных поступках со своим помышлением ходят совершенно голые на людях совокупляются валяются и нету меры мерзости и пакости на которые бы они не отважились то есть они не стесняются ничего я стесняюсь но вот дети божьи искуплены кровью христа от смерти в жизнь ждут снисхождение понимания этих тварей не имеющих ничего от стыда и святости ты сын или дочь царя небесного и ты стыдишься служители дьявола даже в самом простом одеться целомудренно исаи 28 16 посему так говорит господь бог вот я полагаю в основании на сегодня камень камень испытанный краеугольный драгоценный крепко утвержденный верующий в него не постыдиться и как бы не услышать от спасителя такие слова иезекииль 16 54 дабы ты не слабо срамление твое и стыдилась всего того что делала служа для них утешением нужно бросить вызов бушующему море нечестия и через одежду это так легко сделать ты первый и есть начаток целомудрия в этом месте и дальше я стихотворение даю так считает с большим напряжением читает друге вы слышите крик оглушительный сдайтесь певцы и художники кстати ли вымыслы вашего куда ты ну кс ну к это кстати или вымыслы но ты маленько делай ты давай я тебя прочитаю один раз то ты как то вообще как будто бы не чувствует други вы слышите крик оглушительный сдайтесь певцы и художники кстати ли вымыслы ваши в наш век положительный много ли вас остается мечтать или сдайтесь натиску натиску нового времени мир отрезвился прошли увлечения где же устоять вам отжившему племени против течения теперь другие люди они хорошие дети рисуют хорошие это все они он говорит не сам это все это дьявол говорит дальше други не верьте все та же единая сила нас манит к себе неизвестная тоже приняет нас песнь соловьиная те же нас радует звезды небесные это верующий отвечает правда все та же с этим мраконенастного верьте чудесной звезде вдохновения дружно гребите во имя прекрасного против течения считай дальше вспомните в дни византии расслабленной приступах ярых на божьей обители дерзко ругаясь святыни награбленной также кричали икон истребители кто воспротивиться нашему множеству мир обновили мы силой мышления где ж побежденному спорить художеству против течения вон и ж дни после казни спасителя в дни как апостоли шли вдохновенные шли проповедовать слово учителя книжники так говорили надменные распят мятежник нет проку в осмеянном всем ненавистном безумном учении им ли убогим идти галилея нам против течения други гребите напрасно хулите ли мне-то скорбить на свою гордыню на берег вскоре мы вон победители выйдем торжественно с нашей святыне верующий отвечает верх над конечным возьмет бесконечное веруя в наше святое значение мы выжас будем течение встречное против течения мы свое создадим течение кто написал алексей толстой константинович в каком году 1867 вот так и дальше слушай внимательного люди желудок умнее мозга так ты знаешь желудок умнее мозга вообще здорово возьми себе это у тебя желудок будет было работать почему потому что желудок умеет тошнить мозжи глотает любую дрянь чингизайтматов сказали плоская земля горизонта нет космоса нет эту дрянь сглотнула не можешь сблевать ее весь ответ я вчера только прочитал я не видел это щенгизайтматов и что интересно наши братья там священники несколько решили его посетить он герой социалистического труда хиргийский писатель ну и пришли к нему а он говорит а кто вы будете они говорят вот это такое там вот из старообрядцев старообрядца я как раз пишу об этом и думаю где мы встретимся со старообрядцами только об этом сейчас сидел и думал но это тащится разговор у них прочитаем еще раз желудок умнее мозга потому что желудок умеет тошнить если ты не то съел то а мозг глотает любую дрянь любой дуралей написал что то есть а я это читала его там много там я не один уже есть где миллиарды людей христа не признают сатана всевает но это не просто так мозг глотает любую дрянь и лживою а ложь тянет целую цепь за собой лживые люди на тебя сами будут выходить и ты каждому будешь верить разным стерлигам крошенникам ты не можешь еще сделать потому что не сблевал это и эта дрянь у тебя киснет там внутри в башке мужик чтобы в темя шестом в башку какая блажь колом ее туда не выбьешь упирается всяк на своем стоит такой ли спор затеяли что думает прохожие знать клад нашли ребятушки доделят меж собой кому живется весело вольготно на руси иван сказал помещику прохо прохо сказал папу купчине толстопузом сказали братья губина иваном метрадортом вот и все дальше галина в леску галина в леску новокузнецк мир вам и благовестники наконец-то выставили сатирический сатирический коронкометражный фильм с горе воинами двумя священниками и радкиным это райкином или радкина все таки видать радкин ну ладно так города хорошего томска особенно хорош сюжет о корыте а какой там сюжет о корыте не знаю о корыте ну они как говорят что как как коры тут а игнатий для чего говорит что мы это успели за корыта священника пузо наращивать им деньги то дают даром а игнатию не дали место этот сидит который там не исхудавший то с наушниками руководить то и он говорит этот радкин или райкин то вот его не допустили поэтому игнатий завидует папаму такого обвинения в мой адрес еще не было это уже совершенно никакие ни мозги ни совести не знают ничего они один раз сидят и изгаляются он ездит говорит с особой съемочной группой у меня съемочная группа везде там такие аппараты дескать у него две машины называют машины которых я в глаза не видал и эти священники сидят ролик большой такой и он говорит сначала заходит в храм со священником договаривается чтобы он вышел его встретил с объятиями это в папы берут клоуны да какая там благодать от такого мужа надо и лжи идет к нему близко подойти и сидят вместе и трепется от злобы лопаются да дальше то она говорит такое что я даже не слышал это все новое и новое придумывают это основание лжи дальше о корыте лапкин ворвался в эфир чтобы присоединиться к общему корыту корыту я работаю всю жизнь делаю для того чтобы хоть где-то маленько с кромочкой к поповским пирогам прийти я вас кормлю а не вы меня если уж на то пошло то я не плачу деньги на десяти минут они вы мне речь идет о корыте плотском а когда у него не вышло прилепиться корыту тогда он стал всем священникам мстить вообще омерзительная ложь видеоролик этот наглядно показывает то каким не может быть пастырь вот только так слепым и наемником не может быть пастырь по определению и завещанию христову получается выгодно пастве не знать слово божие поэтому его против вы говорили всегда не давали я много лет искал ответ ну почему церковь больше всего противилась переводу библии на русский язык и нашел это ну может быть лет десять назад митрополит кажется филарет там был такой и говорится если библию переведете в стране революция будет и царя испугал 30 лет было это их реакция 30 лет затормозилась все библию переведете будет революция теперь обдумаю почему так сказал и сказал правильно правильно сказал потому что поймут что умерли не крещеные неверующие а за родителей своих умерших и погибших человек голову оторвет мне казалось раньше что если я дам материал я 40 лет собирал его о крещении не крестят людей не учат совершенно ли их папы попов на клочки разнесут здесь не тут то было народу это нравится и где открыли купели не крестят ладошкой и все поеду в другое место тут они в этом кресили папы разговаривают а знаешь где крестить надо то полное погружение это да пойти на пляж и они пришли сюда на пляж но и люди то выходят и кто хочет крестить а ну они то пришли одеты по форме все но он стоит и в воде кто купается идите всех собрали там а народу куплю пляж на и всех и значит во имя отца все защищены как их коснется во имя сына все вы крещеные все и вышел и пошли домой и везде опубликовали в газетах они крестили а через газету говорят но мы вас еще не мазали это не оконченное крещение придите мы еще мазать вас должны это работники ты посмотри когда сектанты крестят заходят в воду как они одеты как они отвечают на вопросы и каждого он вопрошает большая очередь идет их там сто с лишним человек а их четыре их руководителя стоят ну а прокидывает как гроб кладут они в погружение погружение но наоборот надо в стоймя в смерть христову креститься там и спрашивает верите да верую крещу во имя иисуса христа значит отца и сына и святого духа и какие они там над водой развешивают плакаты о христе как надо дальше а страх божий господи помилуй насколько можно слушать от священства о том что церковь наша больна все время церковь больна больна до кого-то для чего там уже вы и делаете заразные попы болезнь то от вас идет бацилла то прокаженная церковь больна лекарь всегда один и тот же и во веки веков аминь да и лекарства доступны а если не лечить то возможно и смерть а если не вылечить куда взор направлен томского епископа ой как же мне горько и слезы рекой спаси христос вот как вот они вылезли на свое я где в интернете захожу сейчас иногда ролики мне пока против вас еще ролик не два пройдет я держу там столько написано в одном месте насчитал кажется 10 комментариев и все против них они на сами себя они даже это не могут понять вы подлые твари вылезли на кого говорите вы мизинца не стоите его на меня со сравнивать дальше вы где работе вас никто не видит нигде почему вы не делаете ничего это мне сказал про ректор когда пришел на занятия в университете это меня вышел 13 том он говорит вот они хотят вас отсюда вы выгнать занятия почему у нас есть аудитории мы им дадим ну пойдут они не пойдут я в летном училище высшее авиационное училище барнауле много лет вел занятия но вот теперь приезжает сюда министр как называют не оборона военных дел какой-то был грачев с патриархом алексеем вторым тут этот нефольский собор отдали бывший полковой церковь и назначили по силовым структурам будет работать отец николай бурдин все меня вызывает и говорят нам придут прислали бумагу и сказали что вы относите к силовым структурам если какая вам нужна что-то там осветить танки видимо что-то у нас священник назначен меня вызвали говорит мы больше но не можем сотрудничать я буду к почему какое отношение то имеет ну нам дали указание мы военные то генерал тут уж ничего не скажешь но я говорю они не будут осветить занятия как не будет они же сказали что мы не этот они имеют ввиду где осветить надо или отпеть мертвых на войну послать и отпеть они только про это говорят да вы что именно так они не будут увезти у меня дело курировал там майор мазур николай павлович и он говорит но если чего телефон вызову у вас у меня телефона не было она была бегать через два квартала у одних я договорился чтобы у меня никаких телефонов не было и дома ни на что купить я всегда жил так проходит недели две мне звонят игнатий тихоныч приходите ведите занять я говорю что но мы с ними связались неделя это проходит уже каждую неделю вели занять это и они говорят а сколько нам будет платить как платить ну как мы же занятия будем вести а почему лапкин не брал 10 лет и не копейки ну лапкин лапкин это одно а мы другое так мы не можем делать я бы кто отвечал ну этот но кто там разговаривал войтович умого я вспомнил так и что он так я говорю николай павлович его николай павлович майор который зовет николай павлович этот николай павлович войтович я говорю я говорил они придут все говорят понятно я им сказал почему же не прийти то у нас люди хорошие четыреста там 70 курсантов огромный зал тепло можно выставить плакаты какие-то я горит понял говорит я ему сказал у вас будущего нету православной церкви вы только со старушками возитесь такой контингент молодые ребята желают слушать и вы не идете а я могу показать что и сколько людей потом встречается в черных отец владимир диакон приехал с митрополитом сергием подошел и говорит а вы меня наверно не знаете так я из курсантов я вас там слушал стал диаконом то есть такие люди потом встречались которые оттуда пришли один из них за численом община у нас был вот как дальше наталья в мир вашему я у нее фамилия все но я ее скрываю потому что ну невозможно они нападают особенно лютует скуратовский там этот просто как бандит духовный прям кидается обзывает и заливает их грязью дальше мир дома вашему игнатии надежда моя христос а ваши проповеди видео одним словом ваша жизнь во христе для меня пример это новые люди не нашего просто по по интернету познакомились наставника вере нет прошу в молитвах моя парализации умирала с псалмом 90 на устах и снова жизнь по воле господа и душе захотелось чистоты пока я не до конца моей земной жизни а потом жить со христом и чтобы христос жил во мне чтение священного писания житие святых храм православный но мп пост понедельник взяла благословение за ангела хранителя а так пост пятница и среда здоровье слабое 20 лет как покинул меня сон силы уходить сейчас уже быстро парализация была 2010 году где-то 2012 году отказ от средств информации компьютер оставила чисто для познания истины компьютер оставил для познания истины так интересно прочитавший посмотрев ваше видео о крещении я начала искать зарубежную церковь где можно креститься я могла только об этом мечтать так как я безвыездная по здоровью единственное что я сама себе обслуживаю в быту живу сама семьи нет на украине рпцз нет нашла виктора пивоварова славянске на кубани снова мечта которая не покидала и вот чудо мои знакомые шли с мп и искали тоже где можно креститься во имя отца и сына и святого духа в трехразовое погружение давно собирались собиралась к ним и вот субботу захожу задаю вопрос о крещении они мне улыбаются говорят что к ним домой 14 февраля прилетает владыка митрополита антоний орлов крестить с лос-анджелеса перед этим он прилетал на украину и крестил семью в ивано-франковске где господь подарил семье 10 детей емкость владыка привез с собой бочка на 500 литров с собой привез то ли с лос-анджелеса или где а я у него жил на квартире дальше слышал от вас что для этого надо проходить катехизации потом только креститься но эти прожитые годы после того как узнала 50 правило апостольское есть полная катехизация но она правильно говорит итак и какая катехизация внутренняя и внешняя работа над собой той натальи который было больше было больше нет труд над собой покаяние трезвение осознание что христа распяли за мои грехи что я раба ничего не стоящая сделала то что должна сделать сделала плохо нерадиво хорошо помню слова святых отцов церкви которые говорят что о себе ничего не мнить пока не ляжешь в гроб и слово прости не только на словах и на деле зная при при это что бог есть любовь а виновата я и меньше и ради мира прости во время разговора владыка антоний сказал чтобы я дала слово и ради христа оставила храм московской патриархии на вопрос а как быть с исповедью с причастием владыка ответил что постарается четыре раза в год прилетать какой молодец и гнати вопрос я думал о закрещении но не думал что я останусь без литургии как быть оставаться в рпцз но быть без литургии я оказывается не могу молиться на литургии в рпцз поминать своих родителей а мне надо заходить в мп в храм чтобы заказать требы а нельзя вот теперь радость что приняла истинное крещение а сердце болит что осталось без служб церковных и без поминаний своих умерших родителей спасибо господи терепения здоровья молитвенного духа и молитву прошу заболящую наталью простите меня и гнати выслала бы фото но его у меня нет да не люблю я фотографироваться да и забыла как это делается не интересно и камеры нет гнати лапкин митрополита антония орлова я знаю жил у него дома и ездили много с ним по америке мы рпцз но входим в храмы мп и их митрополит сергий приезжает на потеряевку служить отношения хорошие мы признаем церковь мп благодатной если бы вы избрали митрополита антония то пока несите его послушание четыре раза в году этого вам достаточно если еще и слова дали то держите его пока если она уже связала себя я не могу сказать ты не ходи и проще это никак нельзя тем более митрополиту дала слово надо держать сергей пупков мир вам слушайте внимательно объявление всем кто желает вместе с нами прославить господа нашего иисуса христа такая возможность сегодня есть и у вас я пупков сергей духовное чадо игнатия тихоновича лапкина мы ведем занятие по изучении библии в интернете по толкованию святых отцов православной церкви 14.00 до 15.30 по московскому времени каждую среду пятницу и воскресенье по окончании занятий с 15.00 вы можете задать вопрос и получить на него ответ во свете библии занятия бесплатные если на вашем компьютере не установлена программа пишет неправильно каждый раз скайп вам необходимость ее установить чтобы участвовать в занятиях найдите меня в скайпе пупков сергей 1 и запросите авторизацию с пометкой на занятие если вы желаете вместе с нами молиться также запросите авторизацию в скайпе пупков сергей пометка примерно за 7 минут до начала занятий или за 7 минут до начала совместной молитвы напишите мне в скайпе что вы готовы и я вас подключу позвони вам мне не звоните а только спешите совместная молитва каждый день в ноль часов 40 минут по московскому времени на молитве женщины должны быть платки мужчины подпоясаны рукава у одежды у всех должны быть длинные до кистей во время занятий совместной молитвы прошу отключать микрофоны дабы не создавать шум мешает другим слушать и молиться храни всех господь все дальше будем считать вот здесь пупков сергей один то один то почему потому что на игнатия 1 1 он подражает вот из тех которые рядом вот такие моменты вон но самый самый такой притом он не советуется ничего берет и стихи писатель напротив строчки писать откуда мысль взял а он тоже стал писать и тоже ставить это где-то методом подражания у него и сильно это развито лука 11 1 случилось что когда он в одном месте молился и перестал один из учеников его сказал ему господи научи нас молиться как и иоанн научил учеников своих деяния 242 и они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и преломлении хлеба и в молитвах солом 87 14 но я к тебе господи взываю и рано утром молитва моя предваряет тебя притче 28 9 но вот теперь я кое-где разнесли могут люди приходить показать какие у нас есть ресурсы но это самое для меня любимая мой мир очень люблю его никакие твиттеры никакие фейсбуки одноклассники контакты еще более или менее это вот настолько здесь удобно сделать и удобно было чем там ни у кого этого не было это отняли сейчас такое три щелчка сделал 10 тысяч человек сразу получает от меня письма 5000 знаков или 12 фотографий а сейчас все одиночное в контакте то этого не сделаешь же так нет этого нету нету это я считаю лучшая система была и все это у нее отняли но и теперь уже нет это все равно хороший дальше вот показываю наш форум вот как он выглядит здесь главное новое сообщение нажать его здесь общий поиск ткните зарядите найдете и еще у нас православный видеоканал открытым оком вот тут большой очень канал наших только роликов сколько еженел сегодня три четыре пять пять роликов сегодня выставил вчера пять и самое тяжеловесное это библейский православный сайт во свете библии и самое ценное здесь считаю ну там 50 книг моим голосом насчитано это могут насчитать люди ну что-то могут фильм составить такой чтобы а их деятельности на составе фильме он занял первое место в россии или в мире это не сделать но но как-то бы может подкупить но вот это вот самое ценное четыре тысячи 124 ответа никто не ответит никто но почему вы так само да не самоуверенно никто я говорю один вопрос только прочитайте как отвечаю почему каждый вопрос по четырем параметрам на основании библии 77 книг с неканоническими ну кто будет отвечать и при том место писания в одной книге в каждой книге то у меня 30 3 тысячи ссылок второе значит я святых 1173 биографии и конкретно если я говорю о казни то там и отношение к кому-то или что без проявлял себя так то я должен знать каком жития и в каком месте третье это каноны должен ты знать все до одного канона 719 правил так это отвечает мгновенно ты должен и четвертый параметр это труды святых отцов это триста томов 300 томов и из них взять именно крещение я в златоустном в двух местах нашел только а это двенадцать тысяч ты это томов я должен был начитывать на пленку искать не ответить и дальше жизнь должна быть твоя не такая вот о чем говорить я не знал ревновал нашел сознательно обратился это все должно совместить написать архипелаг гулаг как солженисты никому никогда не написать почему его биография не то капитан батареи арест гулаг смертельная болезнь рак и вдруг выздоравливает лауреат нобелевской премии высылает за границу и архипелаг гулаг и перестройка бьют с такой силой что развалится советский союз нет ни путин виноват здесь не горбачев не ельцин вот два момента это весь запад перевернула это нельзя сделать это особое избрание на это бог вложил и он должен был это сделать теперь нету здесь уже горбачев то еще живой интересно картинка такая вот так вот стоит руки раздел а я причем раз сама развалилась эта страна я ее не развалил и вот здесь сейчас мы идем о царстве небесном добавляем немножко добавлять то чтобы то у нас было понятно добавляем к событиям дня то что сегодня мы просчитали так нужно создать увеличить до 20 шрифт и никита колесников считает давай вопрос 851 2 том открытым оком можно ли прожить и здесь счастливой и жизнь попасть в рай таким образом убить сразу двух зайцев о вопрос какой а слушай сколько таких людей найдутся которые хотели в ответ ответ в действительности здесь один заяц истинно счастливым может быть только верующего христа это я отвечаю с кафедры в университетах по радио милиция не знаю где конкретно только известен случай с биографии чарльза сперджена выступая в одном из клубов среди огромной аудитории студентов этот баптистский проповедник показал студентам двадцати пятидолларовую купюру и пообещал ее отдать тому кто докажет что он счастлив будучи неверующим представь себе после собрания один студент подошел сказал вы обещали мне двадцать пять долларов я готов их получить профессор спросил его вы действительно счастливы всегда и безусловно и не боитесь что изменившаяся обстановка сделает вас несчастным видите ли господин профессор я хотел сказать это все относительно ну нет ответил проповедник и сложив купюру положил ее себе в штаны к нему отсюда я вам ничего не обещал на ваших условиях и вы боитесь завтрашнего дня измены товарищей болезни что вас призовут в действующую армию и от вашего сегодняшнего счастья не останется и следа безусловно в любой обстановке счастлив только тот кто находится в руках иисуса кто жил здесь обладая величайшим счастьем христом тот получит и рай иоанна 3 36 верующий в сына имеет жизнь вечную они верующие не увидят сына они верующие не они верующие сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем а жизни из тихо вечере молитв и вдохновений разгульной оргии мы сделали тебя и гибель напарит над нами злобы гений еще зародыши все светлое губя себя любивая корыстное волнение обуревает нас блаженство ищем и и к пропасти ведет порог и заблуждения святою веру и не твердые умы то есть вопрос задан и вот я должен стихотворение подобрать а у меня их двадцать тысяч стихотворения этих откуда я беру 300 поэтов за 300 лет и нужно стихотворение именно к нужной теме приложить но вот это только возьми да и любому понятно что не сделать это это бог делает поклонники греха мы не рабы христовы нам тяжи крест коробей даруем их судьбой мы не имеем жить мы сами на оковы меняем все дары свободы золотой но чуждо нам добро искусство нам не ново не сделав ничего спешим мы отдохнуть мы любим лишь себя нам дружество оковы и только для страстей открыта наша грудь и что же что они безумным нам приносят презрительно смеясь над слабостью земной священного огня нам искру в сердце бросят и сами же зальют своей нечистотой за наслаждениями по их дороге смрадной слепые мы идем и ловим только тень терзает нашу грудь как коршун кровожадный губительный порог бездейственная лень и после буйного минутного безумья и чистый жар души и совесть погубя мы с тайным хохотом неверия и раздумья проклятий придаем неистово себя о сколько на тебя проклятий этих пала чем недовольны мы за что они бог весть еще за них нас небо не карало оно достойную приготовляет месть николай и ксечник раз так а чем здесь жить решить не болеть или нет быть счастливым быть счастливым и быть счастливым так сперва пишет царство можно писать в два зайца кто-то поймет если мы в этой жизни только надеемся на себя говорит тома на жизнь надеемся говорит верим в бога тогда мы не счастлив всех человеку вот так и надо понимать теперь надо выйти вот сюда заново маленький вопросик маленький то он важный вопрос человека был видишь как приходится ну никак по другому я не нашу них ага не нахожу просто надо быстрее шевелить мозгами и руками вопрос девятьсот шестьдесят третий третий том открытым оком что такое книга жизни ответ это книга в которой вписаны имена спасенных или пиздец вот спросили которые священники сегодня что они будут отвечать на ответе но дальше ни одного места писания нет я им отвечаю следующий раз чтобы ко мне не приходили с вопросами с такими почему я зато взгляд научитесь не задавать вопросы ищите сами вот теперь я привожу ответ даю где филиппийцам 43 ей прошу и тебя искренне сотрудник помогай им подвязавшимся в благовествование вместе со мною и с климентом и с прочими сотрудниками моими которых имена в книге жизни пробовать дальше откровение 3 5 побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его откровение 13 8 и поклонится ему все живущие на земле которых имена не написаны в книге жизни у агнца закланного от создания мира три места писания дальше откровение 17 8 4 зверь которого ты не видел был не видел откуда не видел то а не знаю ты заметил сатана как искушает я не могу за тобой везде сидит написано ты видел он даже ты не видел откуда у тебя на появляется как-то букву объясни мне считаешь все правильно как только решительное слово глагол подставляешь не или отбрасываешь как дело в том что я как бы я наперед забегаю я вижу тут уже нет я читаю как бы это видел нет это зачем а там не было дальше считал добавил того слова не было лет там-то похоже ну не оправдывайся ладно дальше так зверь которого ты видел был и нет его и выйдет из бездны и пойдет в погибель и удивятся те из живущих на земле имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира видя что зверь был и нет его и явится откровение 20 это уже пятое место 12 там чуть повыше и увидел я мертвых малых и великих стоящих пред богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими откровение 20 15 и кто не был записан в книги жизни тот был брошен в озеро огненное откровение 21 27 и не войдет него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи а только те которые написаны у агнца в книге жизни откровение 22 19 если кто отнимет что от слов книги пророчества сего у того отнимет бог участие в книге жизни и святом граде и в том что написано в книге сей есть даже намек на то что человек может быть вычеркнуть из этой книги вот даже еще что страшно то исход 32 31 33 и возвратился моисею господу и сказал о господи народ сей сделал великий грех сделал себе золотого бога простим грех их а если нет то изгладь и меня из книги твоей в который ты вписал господь сказал моисею того кто согрешил предо мною и сглажу из книги моей 10 мест писания буду они сегодня там разные оси поискать это да дай бог не я отвечаю это бог отвечает моего ничего тут нету книга жизни дальше ответы вопросы маленькие смотри что маленькие они маленькие до до конца доходят повторяю за 30 25 30 лет занятий которые я вел везде ни одного вопроса не отвеченного не было ни одного особенно меня задели увеличил в академгородке новосибирском когда сказал на любой вопрос библия даст ответ и как один заспорил для договорился что он попросит прощения у всех если я ему докажу что это два вопроса отвечу любые он задал серьезные вопросы я ему ответил и он тогда встал поклонился верить я виноват но сразу вышел в библии в руках был ученый дальше вопрос 1033 3 том открытым оком вы хотите разрешиться и быть со христом а не боитесь ли попасть в ад ответ апостол павел не мне чета и он мог с уверенностью говорить об этом филиппийцам 1 23 влечет меня то и другое имея желание разрешиться и быть со христом потому что это несравненно лучше 2 тимофея 4 6 8 ибо я уже становлюсь жертвою и время моего отшествия настало подвигом добрым я подвязался течение совершил веру сохранил а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день он и и не только мне но и всем возлюбившим явление его я этих слов сказать не могу без душевного трепета ибо одно суд человеческий а другое суд божий как говорили святые мужи хотя иногда после причастия святых тайн и когда бывает особенно тяжко от предательства и безумия которое творится вокруг то бывает что и воздохнешь этими словами в этих словах нет твердого сектантского утверждения но есть только наличие желания и стремление к этому вот я сказал что иной суд такой носа кто это сказал святые это парфей не боровской вы даже спросите сейчас который там выступают священники да почти наверняка не скажут это знать муж как и многократно только считал никогда не шевели пальцами зря и теперь апостол правит многие потерпели кораблекрушения в вере и дальше себе не говорю что достиг не достигнули я как достиг меня христос и дальше мы спасены в надежде в надежде что а если кто поколебится не благоволеть тому душа моя и далее считаем царство уверенность спасение первое то я не знаю когда его закрывал то получилось нет сохранение когда первый я помню там нажал так сколько у нас здесь получилось церковь ну вот 33 да вот это церковь на какой первый был вот этот а то что это не было два зайца два зайца вот это вот нет нет вот это нет вот первая была да нет все сохранилась значит я просто забылся боязнь как бы не пропустить что теперь мы копируем в ордовскую страничку находим вставляем снова активируем на двадцатку переводим и двинулись быстро дальше вопрос 1081 третий том открытым окон 1 коринфянам 7 29 30 я вам сказываю братья время уже коротко так что имеющие жен должны быть как не имеющие плачущие как не плачущие и радующиеся как не радующиеся и покупающие никак приобрета как не приобретающие получается что не плачущие получает награду больше чем плачущие а должно быть наоборот потому что написано блаженны плачущие такой вопрос задали у меня вышка подъехали дальше ответ здесь говорится о том что все в мире временное и ни к чему не нужно привязываться о чем-то жалеть скорбете потери есть люди у которых практически ничего нет ни семьи ни близких людей не имущество они заранее сами лишили себя всего и поэтому никакие пертрубации в мире их не волнует для них для нищего падение курса доллара или дефолт что значит поэтому нужно подражать тем которые не печалятся ни о чем они даются как образец и облажаются не просто плачущие но плачущие о грехах своих и об отступничестве всего мира что огорчаем столь любящего бога блаженны плачущие о том что все еще не достигли совершенства и многих добродетелей что все еще не смирили свою плоть со страстями и похотями праведники плачут за проявление своего гнева крепкий богатырь монаха афродисий ударил за упрямившегося лошака а тут и копыта отбросил он не идет он кулаком и сразу убил его и он 30 лет плакал так что мешал братьям забыться в коротком сне мари племянница авраами такими воплями оглашала окрестностях что в житии и сказано что наше покаяние по сравнению с ее покаянием есть только тень апостол павел скорбел и плакал о каждом отступнике видишь как я жития беру и какие ну кто это знает афродисия я тебе скажу ну почти на сто процентов никто не знает вообще а только а такой случай был только один на 1173 жития деяние 20.19 работая господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами среди искушений приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев 2 коринфянам 2.4 от великой любви и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того чтобы огорчить вас но чтобы вы познали любовь какую я в избытке имею к вам филипписам 3.18 ибо многие о которых я часто говорил вам а теперь даже со слезами говорю поступают как враги креста христова слезы это есть та роса и тот дождь который дает рост евангельскому семени это слезы любви иоанна 11.35.36 иисус прослезился тогда иудеи говорили смотри как он любил его слово слезы встречается в библии 55 раз вся эта статистика всего дается по полной синодальной библии с неканоническими книгами слово плачь встречается 194 раза слово плакать 169 раз итого 398 раз не учитывая слов рыдать, причитать и других слов говорящих об истечении влаги из глаза и всегда в библии бог учитывает эти слезы псалом 55.9 слушай внимательно, поплыла да у тебя исчисленные мои скитания положи слезы мои в сосуду тебя напрягитесь, плачьте в это время когда говорим не в книге ли они твоей просите у бога слез это особый дар и есть святые, которые так и остались в истории известными как великие плакальщики феофил плачливый плачливый, которому ангел показал сосуд с его слезами слезы ценили даже тираны вспомните фильм Камогря Деши как Нерон выдавливает слезу в специальный сосуд приговаривая это за Петрония пророки показывая скорбь приписывают слезы даже горам 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 и недушевленным предметам бог не следится приписывать слезы даже себе когда говорит о скорби о падшем Израиле Лука 19.41 и когда приблизился к городу то смотря на него заплакал о нем ну так о чем там я уже не помню даже о чем говорится я не помню даже сейчас не помню даже ну кого тут рядом все, рядом посмотрим сейчас что? плачущая запиши сейчас так а вон как я делал царство слезы и радость ну теперь смотри как у нас легко все идет красиво вот какие вопросы пошли небольшие но важные читаем вопрос 1110 3 том открытым оком христианин исполняет все правила посещает богослужения пребывает в молитве когда же нужно помочь ближнему то у него находится оправдание и там его нет возможно для него спасение ответ если он не больной не лежачий то почему он не идет поза глаза сказать не могу в моей жизни встречались такие люди трудный нападем но это было за ними только до встречи со мной я их все равно постараюсь поднять вот и все яков 2.14.17.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20. ну помнишь как приезжают я прибегаю в лагерь там гусиновым привозят машину вы уже там бежите разгружаете так да да что пользы братья мои если кто говорит что он имеет веру а дел не имеет может ли эта вера спасти его так и вера если не имеет дел мертва сама по себе но хочешь ли знать неосновательный человек что вера без дел мертва видишь ли что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства ибо как тело без духа мертво мертво так и вера без дел мертва 1 Коринфянам 9.24.27 не знаете ли что бегущие на ресталище бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить все подвижники воздерживаются а может так просят так бегите чтобы получить и так считаю да ну вот различно все подвижники воздерживаются от всего те для получения венца тленного а мы не тленного и потому я бегу не так как на неверное бьюсь не так чтобы только бить воздух но усмиряя и порабощая тело мое дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным я один ролик вчера посмотрел Австрия там ну как захватывали все советские когда шли и о них и теперь они вспоминают как их там гребли в Советский Союз увозили отсидели вернулись приезжает нигде ничего нет и как они плакали вот это важно дальше Жизнь таких людей скучная затхлая им нужно попасть в свежую струю проповедей Ярлопести и прочесть книгу тайны святых обязательно так о чем здесь царство и вера без дел так поехали дальше я вставляю пока но это по другому никак просто не стоит заранее можно приготовить было ну заранее и время даже нет все делаем тут под горящую руку но очень быстро вопрос 1311 4 том открытым оком на суде Божьем каждому будет по делам его за все спросится ответьте пожалуйста вы имеете веру вы имеете веру надежду спасти душу свою и попутно изъясните попутно Матфим 16 25 ибо кто хочет душу свою сперечь тот потеряет ее а кто потеряет душу свою ради меня тот обретет ее видишь какие вопросы были довериться Богу значит ли это слушать свой внутренний голос римлянам 5 5 ответ а надежда не постыжает потому что любовь Божия излилась в сердца наши духом святым данным нам вот заходят я вижу ось поп сидит там другие им вопросов в писании это практически не задают а все такое где-то что-то филипийцам 3 12 говорю так не потому чтобы я уже достиг или усовершился но стремлюсь не достигну ли я как достиг меня Христос и Иисус я надеюсь на милость Христову но я не могу с такой же уверенностью сказать как апостол Павел 2 Тимофея 4 8 а теперь готовится мне венец правды который даст мне Господь праведный судья в день он и не только мне но и всем возлюбившим явление его или как фортофоповакум который говорил родным не хотевшим стегать его затяжки как ему казалось грех если не будете наказывать меня то не будете со мной в Царстве Небесном относительно своей участи он немало не сомневался я человек страстно увлекающийся очень люблю эту жизнь иногда действую в азарте особенно в борьбе с врагами но я жил легко искренне любил кающихся врагов никогда не терял надежды на милость Божию и никогда не отчаивался я жил переполненной радостью благодарностью Богу и думал зачем ему меня казнить когда я его люблю люблю искренно самоотверженно люблю слово его беспредельно вера моя не имеет границ я с любовью взирая на Иисуса распятого за мои грехи мне очень близка биография пророка Давида и раба Божия Моисея это все в миниатюре отразилось на мне что я и выразил в стихах мой бег мои убежища с Давидом за мной доик бешеный Саул они разведали что ем я мед акриды а штаб квартиры избран Барнаул я с Моисеем на своей вершине последний раз смотрю из-под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощай земля азарт закон ограда мой труд следы считать и по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житейный пройден с той стороны земли на все гляжу 25 28 5 02 Внутренний голос далеко не всегда является голосом Божиим и поэтому доверяться ему нужно очень осторожно Иеремей 17 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено кто узнает его слушать голос Божий означает верить всему написанному в Библии ибо Библия есть Слово Божие его голос притча 25 помыслы в сердце человека глубокие воды но человек разумный вычерпывает их вычерпывает их вот это стихотворение оно мной написано было как бы моя биография вот мне хотелось бы обратиться ко всем мне хотелось бы это стихотворение сделать таким ну враги с собаками и показать как милиция там с собаками из машины перед этим я чтоб пробежал где-то там кому-то говорил и в это время они высматривают собака след берет вот такое вот это стихотворение ну маленьким роликом сделать ну чтобы на деле было видно мой бег мое убежище за видом и показать как это как суд идет надо мною как меня везут за решеткой посадить в вагоне как я ехал мне вот это охота одно единственное стихотворение мне охота ну озвучить его здесь это Виктор посмотри где стихи Викторова вот здесь вот здесь вот здесь вы нажмите где-нибудь просчитай вы нажмите на любую папку нажмите просто нажмите на любую папку вот самозапись ну где-то Виктор Савченко Савченко здесь это должно быть там сильная чистая запись вот вот это пение Савченко Виктор песня пение ну это где сказал нет это не то а именно здесь который из интернета оно там уже не такая ясно щеткость ну вот здесь где-то ну помоги найти ну вот тут еще ну вот тут пение Виктора есть папка несколько раз рядом прошел так пример к себе своим воображением П примей вот оно сегодня 1 октября 2014 года вот Игнатьич Лапкин сидит его стихи сейчас мы будем Виктор Николаевич Савченко он будет их напевать музыку составить пример к себе своим воображением которые меня судят пусть примерят мою жизнь к себе пример к себе своим воображением все то что прочитал или услышал для снайпера сегодня я мишенью всем хищникам меня Бог сделал мышкой ни час ни сутки но сплошная жизнь на выходе не в ходе за обедом встреча стреляет точно в лоб и давит только вниз задача выжить ни одной победы я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу хотя как знать когда я ускользну стрельба яд петля не захватили враг не достал и стратил всю казну уверенность пожег в истерике в бессиле их совещание под тайным кабинетом моим паролем кличкой псевдонимом пропитанные отклеенные планшеты так день и ночь острелы мимо мимо я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со зла по устам путь житийный пройдет с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу 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 с той с той стороны земли на все гляжу 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 с той стороны земли на все гляжу на все гляжу хорошо пройдет давай ка контур лс сейчас и сверху присыпка тут вопрос пошире на двадцатку вперед давай вопрос 2009 8 том открытым оком христос царство небесное уподоблял ли иночеству удаление из мира и молчальничеству ответ матфея 13 31 царство небесное подобно зерну горчичному которое человек взял и посеял на поле своем вопрос какой христос уподоблял иночеству подобно зерну горчичному так одно дальше 33 стих царство небесное подобно закваске которую женщина взяв Положила в три меры муки, доколе не вскисла все. Закваски, второе. 44 стих. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Три. 45 стих. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Четыре сравнения. 47 стих. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море, и захватившему рыб всякого рода. Пять. 52 стих. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный царством небесным, подобен хозяину, который выносит из сокровища свои новое и старое. Шесть сравнений Бог дал царство небесное. Шесть. Дальше. Матфей 18, 23. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Семь сравнений дал Бог. Матфея 21. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. Восемь. 22. Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего. Девять сравнений. 25. Один. Тогда подобно будет царство небесное десяти дьявам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу... Десять сравнений Бог дал, но с монашеством нигде не сравнивал. Оно не подобно. Другие евангелисты еще четырежды повторяют эти притчи, но все они говорят одно и то же. Что человек должен уверовать во Христа и нести благую весть, сеять, умножать, износить. Где там? Из сердца старое и новое. Ибо вера от слышания, Слово Божие, а не от мощей, не от иночества, не от монастырей, не от икон и прочих чудес. Но слышание... Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 8.10. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть Слово веры, которое испроповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Только согласно этих мест Писания, все иночество, продолжение двух тысяч лет, загонявшее людей в молчальничество и под землю, в леса и горы, морившее доверившихся Ему тяжкими бременами и неудобно носимыми, только за нарушение этих слов уже безответным предстанет предвечным судьей. Конечно, если верить, что Христос не изменит своих слов, написанных в Библии, но, Евреям 13.8. Иисус вчера и сегодня и вовеки тот же. Исайя 45.23. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Что Христос не изменен, и слово неизменное, надейте места, только два места Библии. Дальше. Если бы Христа на земле никогда не было и не было Евангелия, тогда можно было бы составить новую притчу и записать, написать, Царство Небесное, подобно откалиброванной и дезинфицированной пшенице, которую собрали в крепкую житницу некие, подобные ангелам люди, но ангелы эти всегда в черном одеянии, плотно закрывшие эту пшеницу в житницу, не сеявшие ее и не давшие плода. Царство Небесное будет подобное. Еще притча. И еще Царство Небесное, подобно чемпионам, которые умеют лазить по оскалам, жить в подземельях, панически бояться женщин, объявившие молчание высшей формы общения между людьми. Вторая притча. И еще Царство Небесное, подобно скупым хозяевам, которые зарывают в землю все, что у них есть, жемчужину и зерно, которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать вопли погибающих, не идти к ним, не указывать путь спасения. Кто отказался от сна, от еды, от питья, от жилища, отдал себя на мучения добровольно и на съедение комарам и другим насекомым и гадам, кто не моется в бане, кто не лечится у врачей, кто бежит из семьи, от жены, от невесты, от мужа и от детей, от родителей, бросая их на произвол судьбы. И еще. И какие притчи можно составить было бы? Царство Небесное, подобно. Да кто ответит-то это? Они как огня будут бояться этого. И еще. И еще. Царство Небесное, подобно не любящим Библию, но любящим сны видения, виденные в легком сне, кто ищет благоухание от мощей и от видений, предсказаний и очень искусно умеет выискивать в словах и речах других людей еретическое, и за это предавать их анафеме, кто провозглашает иночество, монашество высшей формой спасения и угождения Богу. Ну вот сколько? 5-6 притч уже составил я, пожалуйста, монашество. А теперь подтверждаю, как это в Библии написано. Слава Сербский. Это в житиях святых. Ага, 12 января, кавычки открыты. В Атапету стремились даже из самых глухих, недоступных стремнин и пещер, никогда не выходившие из своих убежищ подвижники и молчальники, желая насладиться чудным и необычайным зрелищем, пришествии на их гору подвизаться вместе с ними этих двух царственных иноков. Старец Симеон, ослабленный болезнями, желая, однако, слышать церковную службу, пристроил со стороны алтаря главного храма Благовещения Келлю с окном в алтарь. И через сие окно видел и слушал ежедневно церковное богослужение. То есть с той стороны пристроили к алтарю и окошечко прорезал, чтобы смотреть. Понимаешь, что делали? Только не идти. На боку лежал и смотрел. Симеон Деродьевый, 21 июля, кавычки открыты. Потом обратился Иоанн к Симеону. Что теперь будем делать, брат? Куда пойдем? Из пустыни дальше-то надоело уже? Что делать-то? Симеон отвечал, пойдем направо, потому что все, что правое, то хорошо. Понятно. Какое понятие? Камень написано. Налево пойдешь, там умрешь, направо пойдешь, невесту найдешь. Ну и что? Немного времени спустя враг наших душ, дьявол, не стерпев благоугодного жития рабов Христовых, начал войну против них. Иоанну, влагая воспоминания о жене и отце, Симеону любовь к матери. Это в дьявол влагает только. Дьявол это дьявол. Они же, когда видели друг друга печальными, тотчас говорили друг другу. Встань, брат, помолимся вместе владыке нашему Иисусу Христу, да сохранит нас от вражеских козней, молитвами святого старца нашего Никона. И когда молились они, скоро приходила к ним помощь Божия, отражающая от них вражеские наветы. Из этого видения понял Иоанн, что умерла жена его. Умерла, может быть, умерла. Умерла. Жена его и вместе с матерью Симеона поселилась в месте праведных и сильно возрадовался. То есть умерла, и он точно знает, что она в раю, и теперь успокоился, и умерли без них. А каноны церковные подклятвы, под проклятие держат, то бросают родных, уходят. Под проклятием. Каноны. Там Ганский, Анкирский собор, считай. С этого времени оба стали беспечальны и пробыли в пустыне, живя вместе, претерпевая всякое злострадание. 29 лет. Мужественно борясь с невидимыми врагами и, по Божьей благодати, побеждая их и прогоняя. Давай еще. Не проходимец я, хотя уже прошел назначенное и стащил ресурс. Уже не все проварит мой котел. В изысканном язык поймет ли вкус? Ну, котел, это речь, это о животе. Это я пишу. Шагал и плыл и прыгал, как блоха. Когда на пятки власти наступали, из океана черпалась уха. В горах не раз по стелю были скалы. То есть рыба-то плавает в море-то. Ну, считай, уха готова. Я сидел, черпал и питался, как мухуел. Прошел, как смог. Помог мне в этом Бог. И без крестного знаменья не ложился. Старался им всюду получить урок. Не мухлевал, вытягивая жилы. Хотя не портит вроде борозды. Конь старый, но, конечно же, не кляча. Не раз тонул, недавно вновь простыл. И обо мне, как слышал, тюрьмы плачут. От прошлого и рад бы отрекаться. В чем поползнулся, как греху не раз. Но слышал, не отчаивайся, кайся. Тушил слезой безболезненную страсть. Велик тот день, благословен да будет, Когда услышал слово о Христе. В сияющие праздники все будни, Насыщенность в молитве и посте. Благословен тот дом на берегу, Где плоть и дух в согласии склонились. А что было за жизнь, не пожелая врагу. Козылиное шатание по горам и дикость. Не проходимец, странник, пилигрим. Доверие к себе не мог я вызывать. Вызвать? Вызвать. Но в дом чужой вошел, из Библии сидим. И вместе робы получаю. Вместо робы? Вместо робы получаю ризы. Благословенный дланью Христа Он вынес, выхватил из ужаса воронки. На берегу морском не сосчитать песка. Так милости его, что начитал на пленке. Про монахов что-то написано там. А вот речь идет. Царство небесное. Подобно ли монашу? Так, царство. Монашество подобно ли ему? Сколько новых притч составил-то? Монахи бы такие притчи должны были составить. А они ни в одну притчу не вписываются. Я еще открыл-то. Просто я вижу это и сказал. Я монахов уважаю. Покормлю их. Все на этом. Готово. Благословен тот Бог.